Дорогая публика, здравствуйте! 91-го года, в день, когда преображение Господне, праздник православных христианин отмечают. И в этот день, значит, ГКЧП свою власть попытался захватить. Гамсахурди, тогдашний правитель Грузии, ярый оппозиционер, диссидент в прошлом, признал эту власть ГКЧП. А у нас вот тут говорил Харитонович Рома, говорил Харитонович, да, этот у нас был, возглавлял Москву тогдашний грек наш знаменитый. И Шеварднадзе приходил, тоже не признавал эту власть, он присоединен с защитником Белого дома. Даже Бухуте Закариадзе, исполнителя роли Сталина, и тот пришел к защитникам Белого дома, чтобы их поддержать. Вот какая вот вышла история. Ну, а как Минск отреагировал тогда? Ну, надо сказать, что движение по отделению от СССР к тому моменту уже весьма созрели. Сейчас я скажу спасибо, товарищ. Конечно, конечно. Спасибо, Андрей Владимирович, я все получил. Там никаких с вас не взяли этих самых-то? авансов-то. Да. Да, 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 нормально, нормально. Нет, нет проблем, да, нет проблем, нет проблем. Извините, пожалуйста, ваша услуга стоит гораздо больше 30 рублей, я вас умоляю. Всего доброго вам, до свидания. Счастливо. Да, вам всех благ. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Надо сказать, что к тому моменту, уже к 90-му году, даже не к 91-му, а уже к 90-му, где-то с 88-му, в Белоруссии стали поднимать голову политики, поддерживающие национальную идею и идею отделения от СССР. Одним из таких политиков был основатель Белорусского народного фронта, один из основателей, Зенон Станиславович Поздняк. Это историк, археолог, который раскрутил тему Куропат. Куропаты – это такое место под Минском, сейчас, по-моему, район Минска, один из расстрельных полигонов. Как вот у нас Бутово в Москве, под Минском были Пуропаты, и там начались, когда пришла гласность, начались публикации определенного рода, пошла массовая информация о замученных, расстрелянных, в том числе их деятелей искусства, там лучших сынов белорусского народа. И на этой теме, собственно, поднялись в Верховный Совет Белорусской ССР такой товарищ, как Кебич. А уже потом и сам Шушкевич. То есть он пришел на определенный вот такой вот… А Шушкевич, он был физик, да, я так понимаю. Физик-ядерщик причем, да. Но по непонятному и в течение обстоятельств он какое-то имел отношение к радиозаводу, наверное, Минскому, да. Раз на этом радиозаводе работал радиомонтажником Освальд, а он этого Освальда курировал. Очень как-то замечательно, вот как-то вот… Как-то физики-ядерщики на слесарее радиозавода не курируют. Я понимаю бы, если бы он работал на этом радиозаводе инженером. Ну понятно, на тебе Шушкевич, ты человек образованный, поговори с американцем, это понятно. Ну явно он был вот из тех. Явно. Все не просто так. Из-за идеологов. Он просто взялся не просто так, то есть там было определенное движение, которое привело к основанию Белорусского народного фронта. Он появился в одно время и был создан одним методом, так же, как народный рух Украины, так же, как всевозможные народные фронты в Прибалтии. То есть это партии, которые появились на закате СССР во время, в эпоху гласности. И они жесткого, жесткой, скажем так, национально-освободительной направленности. То есть вот то, что происходило с Белоруссией, то есть мы, в общем, можем сказать, что вот сейчас белорусский флаг, нынешний красно-зеленый, он ассоциируется со временем Белоруссии. Со временем, да, со временем Советской Белоруссии, но скорее со временем Лукашенко, потому что он был принят в результате референдума, который провел в 95-м году Александр Григорьевич Лукашенко. А до этого, после распада, после выхода Белорусской ССР из состава Советского Союза, там был другой флаг, вот как раз который вы изобразили на превьюшке ролика. Да, и этот флаг, в общем, добились. Белый и красный, как на польском флаге. И вот эта погоня, как, значит, на гербе Литовской Республики. Да, на гербе, но не на флаге, потому что флаг там тоже, у Литвы трехсветный флаг настолько. Да, трехсветный флаг, но вот на гербе у них тоже погоня. Да, плюс это еще является гербом из Геральдики, это герб нескольких уездов литовских, там еще уездами это все называется. И он связан с определенными городами в Белоруссии. То есть, ну, все, что из исторической Литвы ассоциируется, потому что историческая Литва... Наверное, к великому княжеству Литовскому он имеет отношение. Да, естественно, непосредственно. Самое непосредственное отношение имеет к великому княжеству Литовскому. То есть, была группа неких, была группа диссидентов, которые зародились еще во времена Машерова, во времена Брежнева. В частности, именно тогда стали проводиться первые изыскания на тему ВКЛ. И основной вопрос, который поднимался, а была ли литовская оккупация Белоруссии? То есть, ну, вот как сейчас некоторые люди пытаются сказать, что да не было никакого татар-монгольского игоря. Там чего-то татары, они друзья вместе, это все одни князья были, друзья там, любовь, дружба, жвачка. Ну, вот возникло целое такое направление, которое называется белорусский литвинизм такой. Когда они считают себя правоприемниками великого княжества Литовского. И считают себя литвинами, в общем, что они, в общем, наследовали, что статуты Великого княжества Литовского были написаны на старо-белорусском языке. Это совершенно официальный термин в белорусской лингвистике. У нас этот термин тоже используется, но более распространенный термин западно-русский язык. В другой еще стране используется древнеукраинский или староукраинский. Ну, конечно же, на каком еще языке могли быть статуты Великого княжства Литовского написаны? Ну, конечно, на древнеукраинском. Древнеукры, это вообще создание. То есть, это момент такой. То есть, тут пошло все разом. Это и литвинизм. Это и противостояние советской эпохи. Надо сделать, надо... То есть, зародилась вот эта партия, Белорусский народный фронт. Которая получила немаленькое число представителей в Верховном Совете. И в конечном итоге Шушкевич, когда оказался председателем Верховного Совета, он никогда не был президентом Республики Беларусь. То есть, до выборов 1994 года, на которых победила Александра Григорьевича Лукашенко, не было президента. То есть, республика была, но она управлялась Верховным Советом, и председатель Верховного Совета был высшее государственное лицо. И именно в этом статусе Шушкевич подписывал вместе с Кравчуком и Ельцином Беловежские соглашения. То есть, но к тому моменту, когда эти соглашения подписывались, уже набрало вес вот это стремление, во-первых, все набеларусизировать. То есть, была программа, которая была официально запущена, но действие которой было приостановлено по результатам референдума опять 95-го года. Была программа, по которой к 2000 году весь документооборот в Республике Беларусь и все официальное использование должно быть полностью переведено на белорусский язык. Были открыты классы белорусские с преподаванием на белорусском языке. То есть, были внедрены определенные разнарядки. Сколько должно быть русскоязычных классов в школах, сколько белорусоязычных. И это приводило к таким перекосам, что в русскоязычный класс шло до 40 человек и больше, а в белорусскоязычный 5-6 человек, потому что историю тоже надо помнить. И, кстати, вот если мы вернемся к вопросу войны, что белорусы очень серьезно пострадали. И изначально белорусы, это, во-первых, была больше такая этнос, народ такой на земле. То есть, им вот саха, она намного ближе, чем станок. Крестьяне. Да, крестьяне. Крестьяне, они сейчас успешны в сельском хозяйстве, будь здоров. Вы приезжаете в Беларусь, вот, отличительная черта, там нету заброшенных деревень, за исключением вот этой вот чернобыльской зоны отчуждения. То есть, там есть программа борьбы с выморочным имуществом. То есть, если кто-то уезжает из деревни, или вот умирает человек, у него нет наследников, то его им жильем, его жильем начинает управлять сельсовет, который каким-то образом, в конце концов, если это имущество выморочное, то есть оно достается государству по закону, не так, как у нас, просто вот бросают, и вот как вот Радейщик там писал, путешествие из Петербурга в Москву, если вы по старой Ленинградке поедете, не вот той, которую новую сделали, а по старой, то там можно насмотреться такого, что волосы дыбом станут. Вот если ехать именно на машине вдоль этих всех деревень, там есть целые заброшенные деревни, или деревни, в которых там два-три дома жилых, там деревья растут на крышах, там мхом все поросло, там окна крест-накрест забиты, это все вот в центре России практически находится. В Беларуси такого в принципе нет. Там все, что можно распахать, распахали, все, что можно засеять, засеяли, все, что надо было подбить, покрасить, подбили, покрасили. Если где-то что-то там разваливается, там хозяин умер, там наследников нет, это все сносится, участок отдается, привлекаются покупатели, или кто-то там, кто в очереди на жилье стоит, получает этот участок, и там следят за тем, чтобы все было там красиво, аккуратно, и это поддерживается на самом-самом низовом уровне. То есть к этому относятся очень серьезно. Но им это ближе. Но промышленность, да. И что произошло в годы войны, к чему я, собственно, хочу это сказать, что в годы войны было, во-первых, уничтожен большой процент белорусского населения, белорусскоязычного в том числе, а во-вторых, когда восстанавливали все эти города, привлекли туда не только архитекторов, но привлекли, соответственно, и рабочих, новых жителей, потому что должны были быть специалисты, инженеры, там люди в советские годы получали образование, они должны были отработать это образование. Вот куда пошлет, там, путевку, да, туда и поедешь. И, соответственно, есть большой перекос в том плане, что все города большие, они на 99 процентов, они русскоязычные абсолютно, да. И там практически вы не встретите. Да, там сейчас это модно изучать белорусский язык, особенно вот среди студенчества, среди там, вот, оппозиционной молодежи, там, интеллигенции, чтобы показать свою эмоциональную жизнь. В любом городе есть такой вот магазинчик, где продаются сувениры, причем вы там не купите белорусский флаг актуальный, там вам скажут, что он оккупационный, и что, мол, там. И говорить с вами там будет исключительно на белорусском языке, но это такой вот определенный шарм, да. Это вот есть, как вот есть там, например, у нас музей какой-нибудь быта, да, там, культуры, куда можно прийти, там, посмотреть вот эти все одежды, кокошники, там, самовары и все. Это не значит, что это везде есть. И, естественно, такая программа, она столкнулась с определенным сопротивлением со стороны белорусского населения, особенно больших городов. Я сейчас подхожу немножко к тому, на чем, собственно, поднялся Лукашенко, почему он смог стать президентом, потому что выиграл он абсолютно демократично. У него была программа, которую он стал исполнять. И даже сейчас есть люди, которые за него тогда голосовали в 94-м году, но сейчас они не согласны там с его политикой, там, занимают оппозиционную позицию в отношении действующей власти. Но тогда он многих привлек, потому что Шушкевич, да, он и сейчас говорит, что он не жалеет ни минуты о том, что подписал там Беловежские соглашения. Но то, что было предложено, и началось, 90-е начались примерно так же, как они начались везде, но очень рано пришел Лукашенко, там не произошло еще приватизации. То есть там они до приватизации не дошли к тому моменту, когда состоялись первые президентские выборы, приватизации еще не было. То есть эти все основные заводы, средства производства, они были еще в руках государства. Там были большие проблемы, перебои с зарплатами, ну, как и везде, как и везде в те времена, когда там месяцами зарплату не платили, люди там торговали на рынках кто чем мог, там жили натуральным хозяйством, не знаю, занимались каким-то мелким бизнесом, полулегальным, там орудовал криминал, но при этом продвигается такая вот идеологическая политика, направление целиком заимствованное под копирую, как вот у Прибалтики, Украины времен Кравчука, то есть полная белорусизация, отказ от русского языка, там белорусская идентичность, мы там наследники великого княжества литовского, то есть наши друзья, это, в общем, литовцы там, поляки, которые без пяти минут в Европе, и, соответственно, на фоне этого приходит председатель колхоза Градец, которому на тот момент было 39 лет всего, 39 лет ему было на тот момент, когда он выиграл президентские выборы и стал президентом Республики Беларусь, и говорит, вот смотрите, да, что вот делают, я вам дам там русский второй государственный, я сохраню производство, и вы будете получать зарплату, и, естественно, такой человек приобрел популярность в народе, но тогда еще у людей не было ни с чем было сравнить, примерно везде происходило одно и то же, а опыта ни у кого не было, это как с МММ, когда МММ только появилось, в общем, люди несли туда деньги самые разные, в том числе далеко не самые глупые люди, ну, я говорю просто, как это работало тогда, в те времена, и, соответственно, да, он выиграл, и он начал исполнять, но, например, там не было пересмотра итогов приватизации, потому что приватизации на тот момент еще не состоялось вообще никак, ее там не было, в отличие от России. Квартиры они приватизировали, нет? Жилой фонд они приватизировали? Жилье? Ну, приватизация жилья, честно говоря, вот, ну, насколько я понимаю, там есть жилье в частной собственности, приватизированное, но есть также и жилье, там до сих пор есть широкие государственные программы, муниципальные, они значительно шире, чем у нас в настоящий момент, то есть там, если семья там, допустим, многодетная, там, там, малоимущая, там, там есть возможность получить очень хороший льготный кредит от государства, от государства, когда ты будешь платить там какую-то сумму, ну, совершенно, никак тебе особенно обременяющую не ограничить, ну, ты будешь выплачивать этот кредит лет 40, ну, будешь там платить там по копеечке, там, в месяц, да, и он фиксированный жестко, да, и там эту социальную сферу сохранить. В то же время, если ты там богатый Буратино, ты можешь пойти купить там одну, две, три квартиры, приватизировать их, это все, сейчас, сейчас это все есть, то есть, это приватизация жилья есть, но все крупные предприятия, крупнейшие, которые, не которые были построены потом как совместные предприятия, а которые существовали со времен СССР, которые, вот, например, там есть такой государственный концерн Белнефтехим, который объединяет, ну, практически все химические производства, будь то там Гродно-Азот, или Белшина, или, там, не знаю, тоже лакокрасочное производство, да, это государственный концерн, например, вот, в каких-то американских санкционных списках они идут прям вот отдельным таким пунктом, да, то есть этим предприятиям там нельзя там что-то продавать, ему нельзя что-то поставлять, или надо обязательно с них требовать писульку, что это не будет, например, для оборонных целей использоваться и так далее, это сложно. То есть он не допустил распродажу и распил всяких крупных предприятий, там, залоговых аукционов, там, приватизации крупнейших средств производства, он просто этого не допустил. И надо сказать, что по состоянию на 2015 год 49% населения Республики Беларусь работало на крупных государственных предприятиях. Если вы сравните это с результатами в России, ну, это ни в какое сравнение не идет. Но, с другой стороны, Беларусь, она более маленькая, более компактная, люди там более дисциплинированные. и они, в принципе, традициям очень привержены, да, то есть, если я там работаю на заводе всю жизнь, я скорее буду на работе, на заработку на заводе. Но потом, что есть возможность карьерного роста, есть там зарплата, да, ты сверхбогато жить не будешь, но на, там, на какие-то цели, там, себя прокормить, купить одежду, поехать там в отпуск, это вполне хватит. То есть, и в этом, плане, конечно же, отличие, безусловно, есть вот, от того, что сложилось у нас. Но мы не должны забывать, что Россия сама-то прошла через две чеченские войны, через ряд решений во время вот этих вот шоковое лечение экономики, программы 500 дней, она называлась, да, реформы. не, ну, программа 500 дней была написана для реформирования хозяйства СССР, а ее, вы, это ей просто прикрывались, когда работали, то есть, на самом деле, 500 дней ее никто не реализовывал, она была программа для СССР, а СССР тогда уже не было, понимаете, да? Ну, я просто думаю, что я имею в виду то, что по факту, не то, что эта программа красивая из себя, ведь это же, ведь идеи сами, которые у нас были, и по приватизации, и по реформированию хозяйственной деятельности, написано-то на бумаге, все было очень красиво, другое дело, что пошло это все не совсем так, не всегда там правильно, не всегда очень... То, что было на бумаге написано вообще относительно приватизации не было реализовано, потому что там полагались какие-то там у нас... Ну, очень трудно понять, что у нас полагалось, потому что этого ничего реализовано не было, но очевидно ожидалось то, что вот этот навес, который, денежный навес в сберкассах, который был, вот он должен был тоже быть сыграть какую-то роль с приватизацией, а тут какой-то вот всем от младенца до старика, значит, какой-то чек приватизационный, чего-то что-то, который на самом деле ничего не стоит, какие-то там еще аукционы там надо проводить по этим чекам там, ну, в общем, короче говоря, они уже ничего не стоят приватизационные. И потом еще устроили вот эту вот систему банковская появилась, там-то появились частные банки, нет, в Беларуси? В Беларуси есть. Ну, вот они сумели то через себя пропускать деньги, брали Центробанк и давали взаймы государству под залоговые аукционы, да, ну, это просто было жульничество откровенное, понятное дело, но оно все было узаконено, да, это жульничество, но по закону, да. Ну, вот в Германии тоже истребляли евреев по закону, у них были законы свои на это дело, но почему-то потом это не признали. А вот у нас, значит, обворовывали, ну, ведь не убивали же, ну, не в лагерь же, ну, не в газовую же камеру, ну, сиди и молчи. Короче, вот так вот, да. Закон, что дышло, да, есть такое. Ну, все же, ну, украли, но ведь не убили же. Вор лучше убийца. Согласна, согласна. Ну, сейчас сложно сказать, как бы стала развиваться Беларусь, не приди Лукашенко к власти в 94-м году. Потому что, конечно, программа полностью, то есть, если до этого это было подкопено, копилку один в один программы, вот, прибалтики там, Украины времен Кравчука до Кучмы. И, вот, в какой-то мере, вот, вы упомянули имя Звиадок и Масахурдия, там же тоже разные проблемы были, но в том плане, что это тоже, там, там, именно тогда начались проблемы в Южной Осетии, в Абхазии. Ведь то, что произошло в 2008-м году, это все готовилось, готовилось многие-многие годы. Война там, война в Абхазии разыгралась в начале 90-х. Да, она была уже в 92-м году, в 92-м году там вообще. И Гамсахурдия как раз плохо кончила. Но Шаварнадзе, если честно, тоже себя не очень показал, как руководитель Грузии, Грузии, и законсервировал многие проблемы, которые дальше росли, росли как опухоль. Ну, я опять-таки отклонился от моментов, то есть, Лукашенко, он придал Республике Беларусь определенный вектор развития, абсолютно диаметрально противоположный от того, что от той повестки, гроза началась, от той повестки, которая предлагалась Белорусским национальным фронтам. То есть, была свернута вот эта белорусизация, но в тот момент белорусский язык, он оставался всегда и остается вторым тоже государственным языком, даже, наверное, первым, первым, а уже вторым идет русский. Но было понятно, он предложил народу то, что народ хотел. Народ не понимал, зачем он должен переходить и говорить на белорусском языке. Народ не понимал, почему в магазинах есть проблемы с продуктами, с одним, другим, третьим, что с ценами, что с работой, почему нет зарплаты. И вот приходит молодой председатель колхоза, который говорит, что я вам все исправлю, я вам предложу то, что вы хотите и сделаю даже лучше. И в какой-то момент было взято, так сказать, лучшее, что сохранилось из советской традиции, то есть в Белоруссии не переименовывали многие вещи. Например, там есть райисполкомы, облсполкомы, там, например, есть Витебск, облсоюз печать, Гродно облсоюз печать, Минск облсоюз печать, и вот тут вот такой вот большой сюрреализм, потому что в облсполком, райисполком должен иметь обязательно свой сайт в интернете, свою там электронную приемку. КГБ там так и осталось, КГБ, ГАИ там так и осталось, ГАИ, и в общем-то по большому счету минимум сэкономили массу всего на переименование, перекрашивание, печать табличек, ну я так образно говорю, потому что конечно это не то КГБ, что было там допустим в советские времена, но даже КГБ плохое сравнение, райисполком другими делами занимается, да, но при этом при этом эти структуры, они существуют, они эффективны, вплоть до сельсоветов, как скажем, самый такой минимальный, в самых минимальных точках поселения, да, человеческого, они действуют, они там подотчетны каким-то высшим структурам, не сказать, что это все действует допустим идеально, но тем менее это все есть, все присутствует, плюс были привлечены серьезные инвестиции из самых разных стран, есть такое мнение, что Беларусь живет исключительно за счет перепродажи российской нефти и российского газа, вот они российскую нефть получают, перерабатывают ее, ну, кстати, вот был большой скандал с загрязнением нефти, это недавно было, помните, когда нефть, которая по нефтепроводам поступала на заводы, она оказалась некондиционной, вышла из строя оборудование, там были всякие иски, тяжелые разбирательства и так далее, то есть, естественно, наиболее таким серьезным партнером и источником инвестиций для Беларуси является Россия, но тем не менее, они прекрасно получали и западные кредиты, и западные инвестиции, и китайские инвестиции, китайские кредиты, да, вот есть парк китайских технологий под Минском, если вы оказываетесь вообще в Беларуси, у вас вот, если раньше во многих местах они дублировались по-белорусски, по-русски, то сейчас они идут часто на трех языках, это белорусский, английский и китайский, то есть, вот китайские там на крупных вокзалах, там если вот в Бресте, кстати, шикарно отреставрировали вокзал, вот, будете в Бресте, обязательно посвятите час-другую вот просто хождению по вокзалу, по его залам, это совершенно отдельная история, из него сделали вот конфетку, и там тоже многие надписи дублируются на китайском в том числе, да, потом, ты приезжаешь в какой-нибудь в Белоруссии есть студенческие целые города, ну, во-первых, в Минске много студентов, например, много студентов в Гродно, много студентов в Могилёве, и среди студентов много иностранцев, кого там только нет, там, вот, весь наш, Патрисо-Лумумба, там есть Индия, есть, естественно, Китай, другая Азия, есть Африка представлена, там, даже с Мальдивов студентов довелось видеть в городе Гродно, то есть, это тоже определенно, то есть, если люди в это вкладывают в свое образование, приехать в республику, не куда-нибудь, там, в Москву отучиться, а приехать, учиться в Минск или там, в Гродно, да, что, ну, страна дает диплом, значит, этот диплом признается, там, вот, в той стране, откуда студент приехал, и есть определенная конкурентоспособность, потому что жизнь там может быть, если, ну, научиться экономить, то там можно жить, ну, раза в два, в три дешевле, чем в Москве, я сейчас нет, не, не, не преувеличиваю, то есть, там, за ту сумму, за которую вы на такси заедете, скажем, от окраины города до центра, без сильных пробок, я говорю сейчас о сумме, там, ну, рублей, там, пятьсот, вы за эти деньги уедете из Минска купейным вагоном или поездом бизнес-класса, заедете до Гродно или до Витебска, может, даже ночным, может, даже с учетом белья, то есть, соответственно, можно найти возможность недорого питаться, там, в кафе, в столовых, можно там готовить себе самому, можно где-то жить, там, в общежитии, можно, можно, в принципе, недорого там жить, и, кстати, вот, что, что, что вот хорошо и что нравится, это жесткий контроль над самыми разными организациями, он иногда приносит положительные результаты, например, мне ни разу не доводилось даже в самых дешевых магазинах нарываться на просрочку или на качественные продукты, то есть, вот есть, например, сеть таких вот магазинов, самые, самые там распространенные в каждом районе, в каждом селе есть, называется Родный Кут или Родной Угол по-русски, вот в этом Родном Куте, Родном Куте, там есть, ну, там выбор может быть небогат продукт, то есть, вы, например, в принципе, там не найдете там двухслойную туалетную бумагу или гречку, рис, расфасованный уже для, по пакетикам, для варки, знаете, когда пакетик берешь, там кидаешь его в кипяток, он варится и, соответственно, потом его вилкой отжимаешь, открываешь, да, вот, вот этого я не видел, даже, ну, видимо, людям это не нужно, которые там живут, но вы там берете самый дешевый йогурт, самую дешевую булочку и вам вообще не надо смотреть там на срок годности, это все можно там съесть, употребить, это будет вкусно и никаких расстройств с вами не случится, то есть, в этом плане, более того, подскажу еще для любителей всяких французских, итальянских сыров, в Белоруссии нету санкций, которые вела Россия против Европы, соответственно, если вам чего-то надо, лайфхак для москвичей, если есть машина, вот, скажем так, откроют границы, не будет больше вот этого контроля, связанного с карантином, ближайший город, едете в Витебск, находите там супермаркет Корона, вот, он появился просто значительно раньше, чем Коронавирус, но это вот огромный-огромный супермаркет, наверное, по масштабам нечто среднее между гиперошаном и метро. В нем есть абсолютно все, и белорусская, и европейская, на любой вкус и кошелек, вот, едете туда, на джипе желательно, загружаете багажник, загружаете там, задние все сидения, сколько хотите, никаких там таможенных контролей нету, и едете назад в Москву, все привозите, и загружаете холодильник, морозильник, вместе с этим питаетесь, и платить там можно обычной нашей сбербанковской карточкой. Любой абсолютно карточкой, Беларусь значительно раньше, еще чем мы, перешла на банковские платежи, вплоть до того, что вы на какую-нибудь глухую станцию приезжаете, на глухую, самую глухую, какую только можно придумать, вы там можете билет купить, вы там можете пойти в комнату отдыха, кстати, вот насчет дешево жить, если уж совсем плохо с деньгами, можно на любом вокзале есть комната отдыха, в любом маломальске райцентре есть вокзал, есть комната отдыха, которая, ну, она стоит, там, не знаем, как общежитие, она стоит там рублей 300 там в сутки на наши деньги, но там все будет прилично, чистенько, вы заплатите, там чуть больше получите вообще номер люкс, там с каким-нибудь красивым видом, или там, который не будет на шумную сторону вокзала выходить, у вас там будет холодильничек, у вас там будет стол, где можно поработать, у вас там, возможно, даже будет Wi-Fi, там это все очень-очень продвинуто, то есть в Беларуси можно дешево путешествовать, можно недорого жить и достаточно долго, траты могут быть даже меньше московских для человека, у которого есть жилье в Москве, просто за счет того, что в Москве безумно дорого даже, ну, вот транспорт там общественный в городе, он не стоит, ну, вообще ничего не стоит, ну, вот шестьдесятка белорусских копеек стоит, билет на автобус или троллейбус в городе Гродно, это умножьте на тридцать, это восемнадцать рублей получается, то есть это не стоит практически ничего, там за пять, за шесть, за семь белорусских рублей можно можно уехать достаточно на большое расстояние, за десять белорусских рублей, то есть триста наших, можно уехать вообще из одного конца Минска в другой, на такси, там Яндекс.Такси кстати работает практически во всех крупных городах Беларуси, во всех крупных райцентрах и в большой зоне вокруг них работает Яндекс.Такси, причем работает наш аккаунт, можете совершенно, единственное, что там нет, там нет аналогии Сбербанк онлайн, там есть несколько мелких операций, для которых нужна наличность, например, чаевые в кафе, в ресторане, если в кафе в ресторан приходите, надо запастись там какой-то копеечкой чаевых. Сколько что надо подавать на чай-то? Сколько надо на чай давать? Можно меньше Москвы, можно ну если во-первых подаете только если понравилось, естественно и можно совершенно спокойно и 5% если большая сумма была можно и меньше в зависимости от ситуации то есть если ну если там допустим у вас вся трапеза там обошлась ну скажем рублей 60 белорусских белорусских то есть 1800 наших да то вы в принципе можете там 4-5 рублей белорусских оставить и то это будет рассматриваться как такая благодарность можно и 3 рубля оставить и никто на вас косо смотреть не будет еще для чего нужны белорусские рубли это для расчета если вы дешево живете вот в каких квартирках дачках соответственно которые сдаются ну скажем так частниками даются частниками и мы не можем быть уверены на 100% что эти частники все это сделают легально платят там налоги там но это не только там это везде соответственно там тоже там не очень понимает вот этих вот мгновенных переводов с карточки на карточки они этого побаиваются и но они часто даже а вас нет там долларов или там евро ну скажем так белорус он вообще все считает все крупные суммы ему проще посчитать в долларах чем в любой другой валюте то есть ну евро оно естественно популярно в городах ближе к европе то есть скажем Брест Гродно и все что между ну и там чуть подальше туда ближе к Литве там к Латвии там евро популярно а так в принципе любой белорус если вот ему у него спрашивают а сколько квартира в Минске стоит а сколько там стоит он сходу может назвать сумму в долларах но будет затрудняться назвать это даже в белорусских рублях хотя он платит в белорусских рублях но считает автоматом это еще видимо с 90-х годов такая тема осталась то есть в долларах они ну то есть скажем любая сумма которая больше например тысячи долларов в белорусских рублях им проще будет это в долларах посчитать любые крупные расходы там машина там дача какое-нибудь дорогое лечение дорогая поездка за границу там на отдых там в Турции в Египет они все в долларах тебе посчитают моментально но но не скажут сколько это в белорусских рублях то есть у нас в этом плане мы больше к своей валюте как-то привержены мы мы скорее мы стали привержены тогда когда у нас значит стал немножко доллар дешеветь было такое время и все стали переводить вот если раньше скажем ну в обычном высшем учебном заведении платное обучение было там в договоре прислали сумму значит в долларах и приписывали оплату в рублях по курсу центрального банка на день оплаты да вот такая была у нас такая поправочка в договорах была а потом когда доллар стал падать дешеветь ну как-то стала тенденция перейти на рубли а не если казалось дороже доллара ну и вот тут значит как раз и цены как раз на жилье ушли в рубли да потому что ну что толку квартира дешеветь в долларах давай в рублях ну а потом когда вот случился этот кризис какого года то восьмого что ли а девяносто восьмого или двухтысяча восьмого как то в 2014 вот это когда вот это все совсем-то сильно просел рубль когда да помните вот это было он и сейчас в общем-то не сильно укрепляется надо сказать да да но тогда вот у нас как-то тем не менее осталась цена в рублях потому что иначе квартиры бы никто не смог купить если когда ну когда-нибудь в два раза собственно в два раза они значит в долларах подешевели то есть реально московская недвижимость так резко в течение того очень короткого периода подешевела примерно ну где-нибудь на уровне двух раз если считать вот ну в долларов которых считают жители Беларуси но тут надо сказать еще что это больше в таком бизнесе который затрагивает частные лица если мы говорим об организациях например которые импортом занимаются сырья там поставками там конечно привязка до сих пор осталась и осталась вот эта вот формулировка там а раньше была формулировка уе сейчас она вернулась на валюту то есть там что цена такая это допустим какое-то сырье у вас столько стоит евро за тонну или долларов за тонну но скажем так европа это евро все остальное доллар в том числе и Азия неважно Китай Индия там там что в Америке там расчеты через доллары это все доллары единственное Китай сейчас все больше и больше уходит на рубль просто если цены если расчеты идут в юанах с Китаем можно в юанях рассчитываться то в юанях уже совсем некрасиво выставлять счета хотя может где-то во Владивостоке это и принято но там даже некоторые банки русские выпускают карточки в юанах которые не предлагаются в Москве да есть такое и для тех кто ездит в Китай часто и соответственно там рубль он конечно потихоньку завоевывать свои позиции но в основном цены зависящие от колебаний курса валюты они фиксируются или в евро или в долларах это среди крупных промышленных ну реально конечно это так бытовой уровень все зарплату нам никто ведь не индексирует в долларах или юанах рублей вот в этом ты прелесть за частного бизнеса зарплату он платит в рублях которые все время дешевеют а Достаточно рано пришел, и советское наследие его не успели развалить, а наследие в Белоруссии было одно из самых лучших, то есть это наследие, собственно, Машерова. И, соответственно, а с другой стороны была принята определенная политика, скажем, лавирования между разными объектами и субъектами большой политики с целью добиться максимальной выгоды для собственной страны. То есть там были на разных этапах заигрывания и с одними, и с другими, и сталкивание интересов лбами, и много разных эпизодов, в принципе, с Белоруссией упомнили. И эта политика, она, в принципе, показала свою эффективность. В какой-то степени, я вот говорю, очень обтекаемо, потому что, опять-таки, история не знает там слагательного наклонения, вот если бы вот к власти пришли там где-то другие, уже бы там были давно в Европе или еще где-то, вот очень с большой осторожностью надо на эти темы говорить. Потому что, вот простой пример, все знают такого производителя бытовой техники, как Атлант. Холодильники, стиральные машинки продаются везде, в том числе и у нас, и служат долго, часто. Вот у самого есть стиральная машинка, которой уже, не знаю, там лет 15, и все с ней хорошо. Основой этого производства – это одно из крупнейших предприятий Беларуси. Если взять все производственные площадки, их несколько, там работает, наверное, тысяч пять человек. То есть, для Беларуси это очень большой работодатель. Очень большой работодатель и очень серьезный. И ядром этого завода является предприятие в городе Барановичи. Это в километрах ста от Минска в сторону Бреста, в сторону Гродно. Ну, скорее, да, скорее даже в сторону Бреста. Там есть такой завод, он исторически так назывался, Барановичский станкостроительный завод. Он был построен на закате СССР. В районе, там, в конце 80-х туда поставлялось лучшее оборудование, немецкое, японское. И такой же завод был построен в Литве. Но от завода в Литве уже к середине 90-м вообще ничего не осталось. Все оборудование было продано. Все, что можно было распилить на металлолом, было распилено на металлолом. И это не единственный завод, при Балтии которого коснулась такая судьба. Например, возможно, все знают такую, ну, не все знают такую спортивную команду, по-моему, баскетбольная. Литкабелис, из города Поневежис. Это город в Литве практически на границе с Латвией. Там, почему она, собственно, так, то есть сейчас, в общем, она только и осталась, как баскетбольная команда. А до середины 2000-х там был завод Литкабелис, который производил провода. То есть именно эмалированный провод, который используется, ну, везде, где нужна какая-то, например, катушка индуктивности. То есть это может быть что угодно. Катушка зажигания, трансформатор, генератор, там, электродвигатель. Это может быть проводок какой-то, да. То есть вот, ну, любой провод, там, медный или алюминиевый, он покрыт специально... Изобирающий эмалию, да. Да, ну, или эмали-лак, как-то называют. Да, и там был завод, серьезный, в общем, игрок на рынке, на рынке СССР, СНГ, но они не пережили кризиса 2008-го года. То есть он дышал все больше и больше наладан, и все, и вот сейчас только осталось играть в баскетбол. То есть существует только команда. А театр-то в Поневежисе живет? Там же был знаменитый театр, где играл Банионис. Да, это Банионис, с которым скандал был, да, недавно, ну, по факту. А что за скандал-то? Скандал был в том, что раскрыли какой-то архив, из которого следует, что он работал там на КГБ. Ну, как ему не работать? Он же ведь во время оккупации там продолжал играть в театре. Ну, что ему высовываться-то? Играл бы не здесь, а играл бы в Магадане где-нибудь. Ну, что вы говорите? Там тоже театры есть. Ну, и хорошо, если бы в театре играл, как вот Смуктуновский играл в театре в этом. Там, господи, как же город называется-то? На севере-то, в Норильске. Он был в плену у немцев, ну, и после этого от греха подальше в Норильск уехал. И вот они там вместе с бывшим зэком Жоновым играли вместе там в театре. А Банионис, как он с его русским языком? Как он там будет играть? Только дрова пилить. В лучшем случае. А так в лес на заготовки. Да уж. Ну, про театр в Поневежестве, к сожалению, ничего сказать не могу. Вот могу про баскетбольную команду сказать. Ну, теперь насчет у них Банионис стал плохим, да? Ну, сомнительным, скажем так. Так, ну, как обычно, подняли волну в СМИ, что раскопали там архивы. Ну, как, например... Как позже эпоху-то он там засветился-то? В какое время-то? Раскопали архивы эти? Не-не, до какого времени эти архивы относились? Точно сейчас не скажу. Но относились они, естественно, к советским временам. Вот к первым послевоенным, скорее всего. Да. Ну, тогда это альтернатива была. Или поедешь в ссылку... Тогда ведь вся Сибирь говорила по-литовски. И не только по-литовски, к сожалению. Ну, да, да, да. Это вся многонациональная. Палитра языковая. Много-много всяких шуток и некорректных анекдотов есть, да. Но смысл в чем? Что в Литве был тоже построен завод, как в Барановичах, но завод в Барановичах, он остался. Он развился. Он открыл для себя новые какие-то производства. Вплоть до того, что стал обеспечивать себя отчасти каким-то сырьем, какими-то деталями, которые раньше приходилось где-то покупать для тех же машинок стиральных и холодильников. Сейчас это, в общем, одно из успешных предприятий Беларуси, да. Про такой же завод в Литве никаких даже нету ни разговоров, ни упоминаний, ничего. Но тут надо вам навстречу сказать следующие вещи. Ведь когда создали вот это союзное государство, да, тогда появилась у нас общая таможенная граница. Да, и вот ввоз товаров с западного направления сухопутным путем шел через Беларусь. И там же этот товар, так сказать, облагали пошлиной, да, опошлить, да, обложить пошлиной. Вот, и вот, например, тогда очень был массовый, так сказать, спрос у нас в стране на ликеро-водочную продукцию, которую из Европы нам везли. Водка всякие там, спирт там разный там. Ну, все это менялось все время, но все это было импортное. И все это вот ввозили всякие интересные фонды. Был тогда такой фонд Махмуда и Сымбаева, да. Вот он на этом направлении очень активно работал. Ну, а вся эта пошлина-то оставалась в распоряжении белорусского государства. Товар-то дальше шел в Россию, а пошлины-то там. Все уже оттуда ввозилось без пошлины. Ну, такой вот ход был, такой ход был. То есть, понимаете, так сказать, если бы они только опошливали, опошливали ли бы только товар, который шел на белорусский рынок, это было совсем бы не то. А это очень крупный товар, причем, значит, там пошлина-то на ликерку, на все это спиртосодержащую продукцию. Она ведь очень большая. Но, смотрите, позвольте, тоже вот так как немножко связан с импортом, хорошо, Беларусь выступает транзитом. Сейчас, например, у нас действуют таможенные соглашения, у нас вообще таможенный союз, вот есть такое понятие ТС, да, то есть у нас... Беларусь, Россия, Казахстан. Да, и плюс, как наблюдателями являются Армения и Киргизия, и как кандидатами на члены вступления, и есть возможность еще расширения. Армения-то за горами, Киргизия-то да, рядышком. По поводу пошлин. Вот что значит ВОЗ? Ведь это же не советские времена, когда пошлина выплачивалась прямо вот на границе. Ну, я не знаю, как, даже я, наверное, сейчас что-то сказал, не то. Если вы растаможили товар, вы можете его растаможить в Тамбове, в Архангельске, можете в Воркуте и везти его до самого Магадана, если сумеете. Хватит, если у вас, так сказать, сил. Но и там растаможить, там есть своя таможня, да? Но вам, скорее всего, не дадут довезти до Магадана. Тут есть определенные хитрости. Скажем так, например, вот есть у нас такой известный порт, город Санкт-Петербург. И вот ты можешь привезти туда контейнер с каким-нибудь товаром и сказать, а у меня транзит, я везу его на свой пост в Москву. Ну, в Москве сейчас постов практически не осталось, в Московской области. А тебе скажут, нет, брат, а мы тебе транзит не разопрещаем, растамаживай здесь, сюда привез, здесь растамаживай. Мы тебе не верим. И все, и ты ничего не сделаешь. Ну, вы растаможили его, заплатили пошлину. Ну, пошлина-то все равно идет государству. Я понимаю, но это нашему государству, ты понимаешь. А там-то она идет белорусскому государству, по крайней мере, тогда шла. Сейчас, наверное, ты изменилась. Сейчас в этом особо смысла нету. Все везут транзитом через Беларусь. Многие и тогда везли транзитом. Я знаю фирмы, которые с начала самого 90-х, с самого начала времен, вот распался Союз, есть фирма. Допустим, был некий институт какой-то там промышленности. И в советские годы институт сам всем этим занимался. То есть это не только было НИИ, это была организация, которая импортным сырьем обеспечивала целые заводы по тому или другому направлению. И, соответственно, эта организация занималась всем. У нее там и с внештормбанком была связь. Они получали счета. Это все было сверхсложно. Тогда там не работало это толком по свифту. Не было частных банков. Банк был один. Чтобы получить оплату, надо было пройти массу согласований. Там отгрузили. Когда это все развалилось, появилась масса организаций, которые занимались импортом. Потому что заводы-то не сразу все встали. Некоторые не встали вообще. Они живы и работают до сих пор. Естественно, промышленность подугроблена. Но, к счастью, все-таки что-то работает. Даже появляются какие-то новые заводы. И, соответственно, они возили, импортировали. И объехать Беларусь или Украину невозможно. Но сейчас вот Украину все объезжают. Да, там хорошо. Можно провести, допустим. Но тогда транзита еще больше было. Ведь тогда Прибалтика, например, не была в составе ЕС. Она в ЕС с середины 2000-х годов. Ну, хорошо, с начала 2000-х. С середины 2000-х она, наверное, уже в Шенгин. Когда, соответственно, транзит через много стран проезжает. И в конечную точку прибывает там в Россию, в Москву. И в Москве растамаживается и уплачиваются все пошлины в Москве. Но то, что это вот история алкогольная, это, наверное, какая-то отдельная история. К сожалению, не связывался именно с импортом алкоголя. Не очень представляю себе. Я знаю, что там есть акцизы. Они достаточно жестко сейчас контролируются. Ну, вообще, занялись раньше. Но сейчас можно, в принципе, проследить, если вот бутылка легально куплена где-то. Она, ее можно проследить вот буквально от завода. Где она, как прошла. То есть на ней вот этот факт. И, соответственно, да, там есть разные пошлины. И плюс вы платите не только пошлины, но еще и НДС. Вы его платите сразу. Иногда специально заграничные поставщики сразу покупают у нас акцизные марки. И там у себя на заводе на бутылке наклеивают. И уже сюда везут. Но я к чему всю эту историю завел? Не к тому, чтобы рассказать, как акцизом облагаются спиртные напитки у нас в стране. А, кстати, там достаточно большой акциз на самом деле. А к тому, что вот почему Беларусь смогла сохранить свою промышленность. Потому что она нашла вот этот вот источник, которого другие республики не нашли. Это, можно сказать, что это была мудрая политика Лукашенко. Мудрая, так сказать, пробелорусская политика Лукашенко. Которая в тяжелых ситуациях, он смог, значит, свою экономику вот обеспечить государственной поддержкой. А господдержку он брал вот из-за этого вот. Но это... Благодаря фонду Махмуда Сынбаева. Но это один из ходов. Потому что таких ходов было немало. Он и сейчас находит возможности привлекать инвестиции. Например, в Беларуси сейчас идет обновление подвижного состава различных... Подвижного пассажирского железнодорожного состава. То есть, есть электрички. Вот у нас, например, совместные предприятия Сименс были. Сименс и, соответственно, вот эти все по... У них птичьи имена у всех этих поездов. Ласточка, Сапсан, Иволга. Вот все, что сейчас бегает по Москве. И между городами. Да, стриж еще есть. Их масса модификаций. Это все проекты, можно сказать, Российской Федерации и Сименса. То есть, построили СП, стали тут что-то делать. Частично что-то делается у нас. Да, вот в Беларуси часть железных дорог до сих пор не электрифицирована. Это вот идет до сих пор, причем довольно немалые участки. Например, вот железная дорога, которая идет на Гродно, на участие от Барановичей в Гродно и на участие от Замолодечно, туда ближе к Лиге Гродно. Она до сих пор не электрифицирована. Это смешно, потому что, когда в Гродно, есть несколько путей с электрификацией. Это специально сделано для электрич, поездов, которые заходят из Польши. Гродно, он находится рядом с Польшей. Там есть, чтобы не переставлять колесные пары, там есть совмещенные пути. Там у них станция называется как-то в Украине, в Польше-то, забыл как назвать, там до этой станции это наша колея идет. А Кузница-Пелостоцкая? Нет? Да там, значит, не одна она. Я слышал про ту Барташицы, но это с другой стороны, это ближе к Ленинградской области. Это нормальная практика. Нормально, конечно. А как ты, значит, будешь на границу, что ли, переставлять? Ну, смысл в том, что переставляются пары фактически в основном у пассажирских поездов. Более того, есть системы, которые позволяют избегать переставления пар. Вообще, про железнодорожную колею это можно целую придумать ролик. Да, это отдельная сфера. Но самое важное, что мы здесь сталкивается, наша знаменитая колея 1520 миллиметров. Ровно 5 футов. Да. А у них на один дюйм меньше. И 1435. И вот у вас из кузницы, из Польши, заходит колея 1435 до Гродно. И там ходит электричка. И поэтому есть электрификация. Она в Гродно заходит. А дальше уже идут дизеля. Дизеля идут минимум до Барановичей. Ну, вообще говоря, когда я ехал-то, в 90-е годы ехал я, нет, не в 90-е, в 80-е. Я ехал поездом от Томска до Москвы. Не везде на Транссибе была электрическая тяга. Я ехал и дизелями. Но я думаю, что она сейчас где-то есть дизельная. Ну, полно дизельной тяги, полно по России. Хотя Транссиб такая напряженная ветка, и то дизельный поезд еще. В Белоруссии, например, электрификация дороги на Гомель, от Минска до Гомель, она состоялась вообще относительно недавно. Она состоялась лет пять назад. То есть еще лет пять назад были только тепловозы и дизель-поезда. Я просто к чему говорю, и вот они создали совместное предприятие со Штадлером, Штадлером, другой производитель, и на нем делают вот эти поезда бизнес-класса, они называются, и городские электрички, и они есть и в электрическом исполнении, и в дизеле. И бегают по всей, то есть можно бизнес-классом уехать за сущие копейки, и на такси в Москве дороже стоит, можно уехать из Минска там дизель-поездом в Гомель, можно уехать в Витебск, можно уехать в Гродно, можно уехать в Брест. То есть там поезд, там есть билеты с возможностью, там место аренды для велосипеда, там отдельная будет плата за это. Там в этом поезде можно купить какую-то там водичку, кофе, но там с сервисом, сервис в Белоруссии это отдельная история, с сервисом там, конечно, немножко поскромнее, чем у нас и в Европе. Но, скажем так, национальные особенности, там все все с собой берут. А дизели там у них чьи в этих поездах? Немецкие или наши, российские? Ну, я думаю, что скорее немецкие, потому что, ну, вообще дизельные двигатели это отдельная история, они не у всех хорошо получаются. Ну, вот для поездов делает Россия. И в старое время, когда, значит, большая часть тепловозов собиралась в Луганске, но они собирали их с дизелями, которые делала Россия. Россия немного строила тепловозов со своими дизелями, а дизель все в основном, значит, Украина реализовывала, превращала. Сейчас они уже у себя все. Дизель все остальные. Ну, это же все хотя бы электростанция получается, потому что на большинстве тепловозов и дизелей... Электрическая тяга. Электрическая тяга. По-моему, один был дизель-поезд, венгерский, по-моему, НДП, один назывался с гидравлической трансмиссией. Была такая история. Их можно встретить на ходу еще в Молдавии. Если кого-то интересует старая железнодорожная техника, вот прямо в интернете, в Ютубе набираете там трейн с Молдова, и вы там такое увидите, чего даже в музее ни в Москве, ни в Питере очень хороший железнодорожный музей в Питере есть. Есть хороший музей еще в Нижнем Новгороде, но там музей паровозов. В Москве, по-моему, есть музей в районе Рижского вокзала. Не знаю, насколько он хорош, по-моему. Я знаю, что в Питере есть, но я так никогда не могу попасть. В Питере хороший музей. Кстати, хороший, если в Бресте будете, рекомендую к посещению еще музея железнодорожной техники в Бресте. Есть отдельный музей, где можно посмотреть и на паровозы, и на вагоны, и на разные поездки. Кстати, еще надо сказать, что вся наша страна бегала, жила на маневровых тепловозах чешских. Они до сих пор работают, видимо, по поставке продолжаются. Потому что раньше вот эти вот электровозы, которые водили пассажирские составы, тоже были чешские. Нет, Шкода. Шкода. Сейчас их больше нет. А вот тепловозы бегают, значит, видимо, продолжаются. Нет, это все капиталка. Это все капиталка, потому что завод в 90-е годы благополучно накрылся в Чехии. Серьезно? Шкода нет? Я про железнодорожный. Про железнодорожное направление его практически закрыли. По крайней мере, ничего больше. Они потеряли рынок. Все вот эти маневровые, вот эти ЧМЭ-3, или их называют, их часто читают название как ЧМЭЗ, на самом деле это ЧМЭ-3. ЧМЕ-3. Эти все чешские, вот так назывался, по-моему, чешский машиностроительный завод. В общем, эти... А чем же их заменили? Потому что у нас есть только вот завод, так сказать, мотовозов. Был, вернее. В Муроме, а? В Калуге. Ну, я знаю, в Муроме был, мотовозы делали. Ну, это такие две оси, и он что-то там везет такой-то. Ну, беззаводской транспорт, что-то такое вот. У нас что-то есть, я не знаю, жив ли Коломенский завод тепловозы строят. Жив, жив, жив. И в Калуге есть завод. Но я нового давно ничего не видел. В основном это все... Они показались сверхнадежные, примерно как трамвай Татра. Он же сверхнадежный оказался. Вот эти вот закругленные, они тоже не поставляются в Россию с середины 90-х. Но вот они вообще, в принципе, вот эти закругленные модели, их прекратили производить к середине 90-х году. Но трамваи закругленные, Татра Т-3, это один из самых массовых трамваев. Они прекрасно бегают и сегодня, и по Москве, и в Риге, и в Киеве, и везде они. А Татра это Польша? Нет? Татра тоже Чехия. Тоже Чехия? Хотя эти самые города Татра, это польские были, да? И машина была грузовая Татра, это значит тоже... Ну да, от Татр до Балтики, так раньше называлась радиопередача, которая была из Польши у нас. От Татр до Балтики. Ну это так же, как, например, Карпаты, они не только на Украине, они заходят и в другие страны. Хороший город наш Карпат, да. Так что такой момент есть, да, что эти электровозы чешские еще массово на ходу есть, вот чем вы дальше от Москвы отъедете, особенно если вы сядете на поезд не скоростной, а какой-нибудь не скорый, а пассажирский, какой-нибудь поезд, например, Санкт-Петербург-Смоленск, который еще не каждый день ходит, и он идет по широтному ходу, он доезжает до Балагова, оттуда уходит на Ржев, с Ржева идет на Вязьму, и с Вязьмы уже идет на Смоленский туда ход, на вот этот вот белорусско-польский, немецкий, который Москва-Берлин. Соответственно, вот там можно еще много чего увидеть полумузейного в живьем. Вообще, вот, ну, чем дальше от Москвы уезжаете, да, тем... А Украина отличилась, но самая заповедник – это Молдова. В Молдове, вы даже в интернете ролики посмотрите, там масса есть всего со всякими древнейшими, древнейшими тепловозами, дизель-поездами, особенно они там не отрегулированы, вот он идет, за ним там дым стелется такой, как будто там десяток паровозов идет, знаете, как в фильмах, ведь паровоз, он обычно, в принципе, по большому счету не дымит, и вот чтобы эффект создать, туда-то мазут плеснут, то еще чего-нибудь, чтобы вот этот вот эффект черного дыма, это, в общем-то, миф, что за паровозом обязательно... Кстати, где-нибудь паровозы-то еще бегают у нас? Паровозы у нас используются достаточно широко в экскурсионном плане, то есть есть целое бюро, и есть по широтному тоже входу, по-моему, от Балагова, то ли до Великих Луг, мне бы сейчас не ошибиться, по субботам стандартный поезд межобластной пускают в сезон определенный с паровозом, чтобы люди могли насладиться, в общем, дымком и всяким... А паровоз-то на Мазуте или на Угле? На Мазуте, наверное? На Угле, на Угле. Все классика, да? Да, классика. То есть еще этот с лопатой. Плюс в Карелии для иностранцев сделали тоже дорогу, которая идет, по-моему, из Питера в Сартовалу. Вот Сартовалу можно доехать там... А, нет, из Питера в Сартовалу приезжаешь ласточкой, то есть красивым экспрессом, а там есть рядом историческая дорога, где тоже можно прокатиться, и она согласована по расписанию с этой дорогой. Вот рекламу совсем недавно видел, был... Ну, то есть это все такая вот развлекуха, экзотика. Это развлекуха. Это, в принципе, европейский тренд. В Европе это тоже есть. Ну, да. И... Ну, так вы можете даже по этой самой, как ее называть, по дворцовой площади покататься на экипажах? Ну, экипаж чуть проще в обслуживании, чем паровоз. Ну, гораздо проще. Там лошадь, правда. Лошадь. Ну, да, ее надо кормить, за ней надо убирать. Да, это сложно, лошадь сложная. Паровоз, он все-таки в этом плане... Там сломаться нечем особенно. Да, но им надо уметь управлять. То есть в том плане, что когда появились электровозы и тепловозы, машинисты достаточно легко переучивались. Совсем просто, да. А вот обратно нужны особые специалисты, и чтобы его и... Да, чтобы огонь держать нужным образом, чтобы вовремя воду туда качать, туда же воду надо качать под давлением. Ломаться нечему, но если там не докрутить или перекрутить, паровоз может рвануть. И рвануть нехило совершенно. Да, да, да. Кстати, вот рекомендую, самый лучший музей железных дорог, которых я видел, это в городе Дюссельдорф в Германии. Вот если кто-то будет, и кто-то вот из ваших зрителей или знакомых, вот очень рекомендую, там недалеко от вокзала есть музеи, где можно такие экспонаты увидеть. И всякие проекты Третьего рейха, и всякие скоростные поезда тех времен, и там и билеты, и атрибутику. Немцы вообще очень серьезно подходят к организации музея. То есть вот если они про что-то рассказывают, они не просто вам показывают, условно говоря, там паровоз или электровоз, они вот его... Они погружают вас в ту эпоху. То есть вы там увидите и манекен железнодорожного работника, обмундированного в форму тех лет. И какие-то значки, в том числе и символика, и публичная демонстрация которой запрещена сейчас в РФ. И какие-то вам там покажут тут же ролики и фильмы. То есть это можно погрузиться и от самых вот кайзеровских, да, вот развития железных дорог в середине 19 века в Пруссии, там как, что, где, и вагоны там с ваннами, с личным салоном, там все. И вот вплоть до ГДРовских, очень интересно, там прям вам и семафор покажут, и состав, который бегал, и все. То есть там куча залов, то есть там фактически такой вот Эрмитаж, посвященный вот железной дороге. С самыми разными экспонатами, в том числе и в полную величину натуральную. Там есть несколько локомотивов редких, несколько вагонов, по которым можно походить, полазать, смотреть, покрутить, повертеть. И, то есть, был там несколько раз и получил массу удовольствия. А в Берлине в техническом музее были? Как лучше, хуже? К сожалению, не было еще. Там он тоже, он обо всем там посвящен. Там огромное крыло, там есть паровозное, там депо просто видно было раньше. И там, значит, есть, бывает, производство чего-нибудь, да, оно в какое-то время работает. Вот там, так сказать, печать, например, вот эта старинная, да, как вот печатали раньше, да, Ленотипист, да, вот тут ленотип, вот на нем можно набирать, там еще чего-то. Производство сахара, это же целое, целое дело. В Берлине я бываю относительно редко и в основном бегом, поэтому, но в следующий раз обязательность я запишу, постараюсь выделить. В Берлине очень много интересных музеев, там у них целый же, как это называется, музейный остров. Там, так сказать, Пергамон-музей есть, еще какой-то там есть, Пергамский музей. Был, был, но в этом острове, и вот египетские залы смотрел, где там, в частности, разные изображения Клеопатры были. И там есть целые вот эти, это ворота, врата и штар, они там собраны, да, из кусочков. Помните, да, там, дорога процессии, это вот это вот, древний Вавилон. Вот это то, что обычно, это, так сказать, врата и штар во всех учебниках. Это вот там они вот стоят. Врата и штар. Ну, вообще там, да, немцы... Они умеют делать музей. И ведь это все было ведь разрушено. Это было разрушено вплоть до объединения Германии. И это вот все уже после объединения Германии они вот в таком вот виде восстановились. Это шикарно, на самом деле. И надо сказать, что в Республике Беларусь тоже есть устремление к восстановлению исторического наследия, к открытию каких-то новых музеев. И я думаю, что, наверное, в следующем ролике, когда мы будем говорить про города уже, пока снимемся этих моментов, потому что, ну, помимо каких-то конкретных городов, я бы хотел рассказать пару слов обо всех областных центрах. Ну, и я обязательно включу в этот рассказ несколько внеплановых моментов, моментов, как, например, Мирский и Несвежский замок и, наверное, еще замок в Лиде. Я постараюсь подготовить фотоматериалы. Новогрудок еще тоже включим. Мы сейчас назначим с вами срок, когда это будет или назначим? Ну да, давайте, наверное, какой-то перерыв несколько дней сделаем, потому что мне нужно... Подготовиться, я понял. Подготовиться и подготовиться, я думаю, что я смогу, наверное, скорее больше на выходных, потому что... Ну да. Рабочая неделя мне тоже, в общем... Она у меня занята. Рабочая неделя. Наверное, уже будет следующая неделя. Если... Сейчас, давайте посмотрим. Что это будет? Следующий вторник? Давайте следующий вторник или среду. Давайте вторник. Лучше вторник, потому что среда у меня тут какие-то есть строительные работы. А, нет, среда, среда. Среда нет, нет строительных работ. Давайте лучше вторник, да. Давайте вторник. Давайте вторник. 20.00, так же, как сегодня? Можно 20.00. Если вы хотите чуть пораньше, там в 19.00 или в 19.30, пожалуйста. Ну, может быть, хорошо. У меня перед этим запись с 6 часов. Ну, наверное, мы кончик полвосьмого. Как освободитесь, вот, позвоните мне. Сразу позвоню. Я буду уже к этому моменту ждать и, в общем, в принципе, готов, чтобы в любой момент переключиться на запись. Значит, вторник, 14.00, мы будем записывать, вот, так сказать, финал. Да, про города. Финал, кубка города этой самой Беларуси. Да, вот, видите, беседа про Беларусь, она немножко растянулась. Да, ну, интересно. Не знаю, как публике, а мне очень интересно все это послушать, обменяться мнением, поговорить вот с человеком, с которым интересно говорить. Спасибо, спасибо. Мне это очень стит. И, в принципе, на будущее имейте в виду, что я могу, в принципе, не только вот так вот про Беларусь рассказывать. Можно, в принципе, выбрать какую-то тему. Интересную вам. Ну, давайте, вам удобнее будет выбрать, что вам ближе. Я-то тут, в основном, как слушатели, подаю реплики всякие, так вот, как в теннисе, да, так репличку. Можно, например, поговорить про Германию. Можно поговорить про Францию. Можно поговорить про Прибалтику. Все это очень интересно. Ну, Франция, да, как бы далеко, ее немножко жалко, после всех этих событий. Ну, а Германия-то она, вот она, наша соседка. То они к нам в гости, то мы к ним в гости. Вот все так вот. Мы с ними уж хорошо. Хорошо, хорошо уже так, это, дружно живем-то. В гости ходим друг к другу. Вот, иногда захаживаем, да. Ну, ладно, я останавливаю запись, благодарю я публику. Вот я вот просто радуюсь, что, да? Радуюсь-то и радуюсь, но вы можете нас отлайкать изо всех сил. Можете что еще сделать нам? Приковать в комментариях. Да, можете комментировать, писать, задавать вопросы, высказывать свое мнение. Да, если будет цензурное мнение, я его даже пропущу. Ну, в общем, за обозрение. Вот. Ну, а так вот, не забудьте, у меня внизу есть мои реквизиты платежные. Может, у меня деньги. Пожалуйста, поддерживайте Бориса Сергеевича. Да, уж, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Вот, значит, запись мы оставим.